Меня зовут Алексей Ниц, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о правильных настройках доступа к документам в Google Drive при совместной работе. Если вы в повседневной работе или для личных целей используете Google Drive как основной способ совместной работы с коллегами и друзьями, тогда этот видеоурок для вас. Google Drive является облачным аналогом офисного пакета и позволяет полноценно работать с текстовыми документами, таблицами, презентациями и другими типами контента. Одно из преимуществ работы с Google Drive – это возможность настроить доступ к файлам другим пользователям, когда вы можете совместно редактировать и комментировать документ. Для примера я создам текстовые файлы и поделюсь им со своей коллегой, нажав на синюю кнопку настройки доступа. Большинство людей включают доступ по ссылке, а это значит, что любой человек сможет получить доступ к вашей информации. Так, скопировав ссылку и открыв ее в режиме Минкогнито, я все равно вижу содержание файла. Как владелец документа я вижу появление зеленой иконки, а значит, в данный момент документ просматривает кто-то еще. Хотя такие ссылки не индексируются поисковыми системами, что неизвестно на 100%, крайне не рекомендуется использовать доступ по ссылке, когда вы хотите поделиться документами со своими коллегами или друзьями. Вместо этого лучше изменить доступ к документу и установить его только для тех, кому выслано приглашение по электронной почте. Так, я ввожу имя коллеги и краткий комментарий к документу. После того, как я предоставил доступ, ей на почту придет вот такое письмо, в котором есть ссылка на документ. Вместе с тем, кому предоставлен доступ, можно комментировать и исправлять документ, а также включить внутренний чат. Доступ по приглашениям для конкретных людей можно давать не только к файлам, но и к целым папкам. Также можно изменять права доступа, то есть что смогут с документами делать участники – редактировать, комментировать или только просматривать. Таким образом, используя Google Drive и совместный доступ к документам, вы сможете сделать свою работу более эффективной, но крайне рекомендуется предоставлять доступ только по приглашениям и не включать доступ по ссылке, чтобы обезопасить себя от доступа нежелательных третьих лиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова